Кадры, которые вы видите на экране, вовсе не съемки чернобыльской зоны отчуждения. Декорации к фильму о конце света или ужастику. Это всего-навсего стадион-машиностроитель, который только с большой натяжкой можно назвать спортивным сооружением, а точнее тем, что от него осталось. Некогда востребованный, он многие годы приходит в упадок, ветшает и разрушается. Стационарный спортинвентарь ржавеет и разваливается, начиная представлять все больше опасностей для тех, кто рискует им воспользоваться. О причинах сложившейся ситуации и вариантах ее разрешения рассказал Владимир Березин, начальник комитета по физической культуре и спорту администрации Артемовского городского округа. В свое время, в период перестройки, стадион-машиностроитель, принадлежащий машиностроительному заводу, был продан индивидуальному предпринимателю. Через многие годы и усилия администрации, через суды, чаша стадиона была отсужена обратно в муниципалитет и на сегодня она находится в оперативном управлении спорткомитета. Что делается по стадиону? На сегодня подготовлены все документы, кадастровые выписки и буквально в ближайшее время будет проведено межевание объектов недвижимости этого индивидуального предпринимателя и самой чаши стадиона в пределах существующего забора. После чего будет разрабатываться проектно-сметная документация, которая стоит приличных денег, но администрация будет изыскивать эти средства. И в дальнейшем внесутся изменения в программу развития Артемовского округа до 2020 года, чтобы нам войти в областную программу для софинансирования строительства данного объекта. К слову, были попытки провести на машиностроителя полноценный субботник с привлечением неравнодушных артемовцев. Однако в итоге там собралась лишь маленькая группа инициативных пенсионеров, которые, конечно, постарались сделать все возможное, однако уже не обладают той физической силой, которая необходима для выполнения отдельных задач. Кроме того, по неприятной традиции мусор после субботника появляется вновь. Немудрено, сооружение привлекает любителей спиртного и другие социальные элементы, которые могут придаваться своим занятиям в относительном комфорте и вдали от глаз полиции. Тем не менее, стадион посещаем сторонниками здорового образа жизни, а это значит, что он нужен муниципалитету и в первую очередь подрастающему поколению. Возвращаясь к возможному травматизму, связанному с разрушением спортивных конструкций, Владимир Александрович отметил, что этот момент не упущен, хотя многого сделать невозможно по вполне объективным причинам, не хватает финансирования и далеко не каждый предприниматель готов оказать помощь в такой работе. Тем не менее, отдельные бизнесмены идут навстречу спорткомитету. Баскетбольный щит, находившийся там в аварийном состоянии, демонтирован, а площадка вообще физической подготовки, там есть рукоходики эти все немножечко, брусья. Договорились мы уже с предпринимателем одним частным, то, что возможно привести в нормальное состояние, где-то подварить, где-то там закрепить, сделаем, а остальное, что уже пришло в негодность и не подлежит восстановлению, демонтируется. Это буквально в течение полумесяца. И в перспективе, я повторяюсь, мы стадион этот не бросим и будем все равно поднимать. Справиться с решением ситуации в одиночку спорткомитету крайне сложно. На проблему должна обратить внимание не только общественность, но и депутаты Артемовской городской думы нынешнего созыва. Используя свой авторитет среди избирателей, уважение деловых партнеров и коллег, с которыми они работали раньше, определенный административный ресурс, они должны сломить ситуацию в положительном ключе. Народным избранникам нужно помнить, что чем оперативней муниципалитет войдет в программы поддержки, которые реализуются на территории Свердловской области, тем больше можно будет сделать для улучшения качества жизни артемовцев. А это является основной задачей депутатов, их обязанностью и смыслом работы.